Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Надеюсь, меня слышно. Сегодня у нас важное мероприятие, один из знаковых для нас проектов. Я буду осуществлять презентацию, расскажу о нем немножко. Но в целом это обычная наша встреча, где речь пойдет прежде всего о информационном состоянии книгоиздания и прежде всего о состоянии монографического книгоиздания для науки в нашей стране и вообще. У вас, наверное, сразу при входе в наш кабинет заинтересовала картинка, которая оказалась на первой страничке. Не все, наверное, поняли. Вообще, это МХАТ, один из наших лучших театров. И если кто был, то тот знает, о чем речь идет. Это Малый зал его. Если вы проходите в зал, то вы идете по книжкам. Вот так вот креативно решена дизайнерская проблема. И, скажем так, книги используются сегодня и вот так. Мы по ним ходим. Это, конечно, знаковое использование книги. И в чем-то, когда мы будем говорить о монографии, этот образ нам пригодится. Ну, а мы, как я обещал, прежде всего, обсудим вообще тренды, в которых мы живем и вступаем. И наш проект, касающийся открытых монографий, открытой коллекции монографий, это ответ на эти самые вызовы времени. Открытый доступ. Не так давно мы его начали обсуждать, а сегодня он уже справа и слева. В основном вызывает радость у всех. Ну, вот я так здесь и написал. Кому мать родная, а кому война. И, между прочим, проблемы, которые он несет, и вопросы, это не только издательства, а прежде всего библиотеки. Нужны ли ситуации открытого доступа библиотеки в нашем классическом понимании? Или достаточно библиотечного навигатора? Вот как сейчас мы создаем сервис «Библиотечный гид». Тот, кто путеводитель по открытому доступу, по каким-то ресурсам. Но, тем не менее, это уже факт. Это своего рода новый порядок. Где-то десятилетие, как я сказал, мы к нему привыкаем. Это открытый доступ, это возможность свободного и бесплатного доступа к научному контенту, к базам данных. Когда впервые зазвучало это понятие «open access», это вызвало некий шок и для научной, и для издательской общественности. Ведь производство издательского научного продукта – это, вообще-то, одно из самых дорогостоящих, подразумевающих высокое качество и большой объем работы издательских продуктов. Вот как его можно распространять бесплатно. Но сегодня мы уже знаем примерно как. И не только по слухам, как это происходит на Западе, понятно, что там другие деньги и эффекты другие. Но и вот в наших скромных финансовых условиях. Первый здесь был в 2013 году проект «Киберленинка». Тоже открытый доступ для научных журналов, прежде всего университетских. И прошло буквально несколько лет, и вот «Киберленинка» читал, что это один из крупнейших проектов open access в мире. А в прошлом году не менее сенсационно прозвучал проект издательства «Ланя». СЭП с консорционной бесплатной подпиской уже к учебной литературе. Это вообще впервые на рынке учебной литературы. Такого еще не было нигде. Мы здесь пионеры. И, конечно, на это надо что-то отвечать, в том числе отвечать и нам, как издательству «Директ Медиа», которые конкуренты и партнер «Ланя». И у нас действительно есть что ответить. Тем не менее, вот разобраться, как это происходит. Сколько стоит контент, и вообще может ли быть наука открытой. Издательский процесс бесспорно не может быть бесплатным, и открытым может быть только тот контент, который оплачен предварительно. Но в частности государством, как это происходит на Западе. И проблема в целом издательствами западными решена. Новая подписка на журналы происходит так, что в подписку входит уже не столько доступ к чтению, сколько объем публикаций. Публикуйся и читай. И, тем не менее, там, где энергично развивается открытый доступ, рушится рынок. Если что-то перестает продаваться, стоит ноль, то просто рынка там на этом месте нет. Возникают другие механизмы. Западные издательства постепенно перестраиваются с денег за чтение на деньги с публикацией. За публикацией. И у нас все немножко по-другому. Вот так прямо за публикацией большого потока не возникает, но существует иная русская специфика, почему у нас происходит примерно то же, что и на Западе. То есть переход на открытый доступ. Но у нас особую роль здесь играют вузовские издательства. В отличие от западной научной культуры, где вузы практически не занимаются этим, но, в частности, в Германии ни одного нет университетского издательства. А у нас это уже в научных коммуникациях основной игрок. Ну, а вузы – это не издательства. Они спонсируют научный издательский процесс. Они не зависят от доходности или убыточности издательских процессов. И они могут себе это позволить. Вот. Я предполагаю, что это, конечно, аукнется университетам. Любые вложения в непрофильные проекты – это убытки. И в какой-то прекрасный момент, когда не будет лишних денег, это все как-то скажется и на университетах, и на научных книгоизданиях. В общем, до большого кризиса. Ну, а сегодня возникает, вот, вследствие этой ситуации, две рабочие модели. По первому пути идут вот кибер-лининга, и как только это стал ключевой фактор, то на это перестроилась и ее лайбрери. Они превратились, де-факто, в платформу открытого доступа. А те, кто не пошли по этому пути, пошли, скажем так, по пути ИИСа. Альтернативный подход – продажа качественного платного контента, который, в принципе, создается иначе, и всегда будет что-то стоить. Ну, а что делать издательством в целом? Вот, когда открытый доступ возникал, я здесь всегда полемизировал с его представителями, адептами, которые все время кивали в целом на интернет, говорят, что в интернете контент бесплатный, все это там стоит копейки, трансляция и коммуникации. Но научный контент, он, в отличие от вот этих массовых интернет-сайтов, ютюбов и прочих, это сверхузкопрофильный контент. Он создается даже там не то, что для тысяч и сотен, он создается для десятков и единиц. И рекламная модель здесь невозможна, а именно за счет нее питается интернет и питает свой бесплатный доступ. Вот, поэтому у меня наверху такая цифра, что в 2020 году закрылось 2000 издательств в России. Это не случайная цифра, и открытый доступ здесь тоже свое, лепту внесет. Ну, а в целом, за прошлый год, как недавно нам отчиталась книжная палата, где-то на 12%, от 12 до 20% упало производство издательского продукта в России. Вот. Ну, журналы – это совсем другой рынок, и вот интересный парадокс. В журналах происходит стремительный спрос и рост научных журналов. В частности, в России за последние пять лет с 3500 количество журналов выросло до 6000. И при этом происходит уход коммерческих издательств из рынка научного журнала, потому что это уже не рыночное пространство, оно живет по другим правилам. И вот, собственно, такая сенсационность проекта и вызова ЛАНИ как раз и относится к этому. И с журналами мы уже там разобрались, да, но вот книга издания, оно на открытый доступ реагировало всегда очень осторожно, особенно учебная литература, потому что она всегда чего-то стоила, и сегодня тоже что-то стоит. А такой вот посыл, бесплатный доступ – это все-таки знаковый сигнал о том, что вузовский контент не стоит ничего. И кое-кто такие выводы сразу сделал. Вот по факту итог вот этого шага – это разделение вузовского книгоиздания с некоммерческой моделью, которая готова в таких проектах участвовать, и коммерческой моделью, которая по-прежнему рассчитывает, что они, выпуская книги, будут их продавать. Вот такую постановку я, в частности, у руководителя IPR слышал и читал. Ну, будем считать, что это уже факт разделения рынка на две части. Соответственно, для издательств открываются здесь два пути работы. Концентрация на коммерческой литературе, как я сказал, переход на концепцию оплаты от автора, а не от читателя, работа с грантами, и, соответственно, библиотечные бюджеты, которые сокращаются в этом случае, трансформируются в исследовательские гранты, которые будут нарастать. Ну, и развитие платформенных сервисов, чем занимаемся мы и берем деньги за сервисы, а не за контент. И, тем не менее, вот почему было действительно неожиданно предложение создать открытую бесплатную коллекцию учебной литературы Лани, что все-таки не учебная, вот по моему взгляду, была на очереди, а как раз монографии. То есть монография действительно после периодики это был первый кандидат на открытый доступ. Просто потому, что давно обозначилась ситуация тупика. Во-первых, научные монографии перестали монетизироваться на рынке. Во-вторых, и университетские библиотеки, соответственно, практически перестали приобретать монографии. Их уже никто не приобретает, не покупает и не продает. А создаются они за счет того, что спонсируются вузами, авторами, грантами, то есть теми, кто их создает. Более того, на Западе движение открытых монографий уже началось. Вот один из проектов, Том, довольно известный. Ну и открытый доступ является определенным выходом из кризиса монография, о котором я хочу сказать несколько слов. О кризисе монографии заговорили давно. с 70-х годов. И если коротко суть изложить, вот здесь он в цитате американского автора. Мы выпускаем все меньше монографий, и они продаются все меньше. Снижение тиражей, хотя вот насчет количества наименований, тут картина другая. Количество наименований все-таки растет. Для некоторых это знак, что все-таки нет никакого кризиса. Но я вам скажу, по рынку, с которым мы работали, компакт-дисков, вот у нас тоже, когда начался кризис, и уходить стали диски, последней стадии, это был резкий рост количества наименований. как своего рода попытка количеством компенсировать вот эти потери. Вот при этом обязательно снижение качества изданий, и это все мы с вами видим. Переход на сугубо рыночные критерии монографического книгоиздания, это значит, что еще жестче требование, чтобы оно было рыночно, продавалось, чтобы можно было тираж продать, а таких книг все меньше. но и при этом снижение рыночной ценности, падение интереса издателей к жанру, все-таки монографию очень трудно продать, даже очень хорошую монографию. Вот, и здесь я вам внизу привожу различные цитаты, как западные издатели реагируют на этот кризис, и его фиксируют для многих это, конечно, уже давно реальность. Почему это произошло? Конечно, это результат очень глубоких, интересных социальных и изменений прежде всего научного информационного поля, его глубокая трансформация. Корень этого процесса уходит в углубление дифференциации наук, в конце века наука получает все больше денег, институт развивается, и происходит дифференциация, все больше специалистов, все более специальные темы, публикуют они все больше, а читать могут сколько и раньше, и даже меньше, то есть в итоге падает тиражность среднего издания. это один процесс, второй тем, что то, что мерилом исследовательских успехов ученого становится публикацией, мы с вами это хорошо чувствуем на себе, и прежде всего в научной периодике. И вот происходит с одной стороны рост публикационный, дифференциация, рост количества научных журналов, при этом снижение читаемости и соответственно повышение стоимости журналов. В итоге и сформировался так называемый кризис сериалов, как называют на Западе, когда цены на журналы стали повышаться в десятки, а то и сотни раз, в то время как библиотечные бюджеты сохранялись на том же месте. Вот тогда и лопнула привычная схема, библиотеки стали отказываться от журналов, журналы не могли больше распространяться, финансировать себя. Вот при этом монографии это было еще хуже. Доля расходов на переводику в библиотеках все-таки вырастала, а монографии постоянно падало. И вот с 50, с ситуацией, когда были это 50-50, где-то там в 90-х годах дошло до сегодняшних библиотечных и университетских бюджетов до 70 на 30. То есть монографии уступают более чем в два раза. Это мы говорим про западных рынках. Тиражность монографии падает, издатели постепенно уходят из монографии. Издать монографию становится непросто, а при этом монографии нужно издавать больше, чем раньше. Ученых больше, и они действительно должны публиковаться. Публикуйся или умри. Вот наш новый слоган. И вот под давлением научной продуктивности всех-всех этих ростов и лопается привычная издательская рамка. То есть возможность обрабатывать, издавать и продавать информацию так, как это происходило раньше. Тем не менее монография остается очень ценным научным ресурсом и, так сказать, безальтернативным. Хотя они находятся в кризисе, в системе научных коммуникаций они имеют очень существенное значение. Вот я привел график. На мой взгляд, монографии, хотя уступили периодики, но в системе научных знаний занимают примерно 20%. И не будучи востребованы рынком, они остаются существовать, но переходят в серую зону, где нужны только авторам. и как-то такие не у них пути темные, так скажем, непонятные, работают не по рыночным правилам. Конечно, так долго продолжаться не может, нужно здесь определяться. Это вот на Западе. А что происходит в России? как я сказал, на Западе происходит трансформация модели платного доступа в модель публикуйся и читай, в модель открытого доступа. Мы пока еще к этому этапу не перешли. У нас выход из того, что коммерческие издательства уходят, это то, что приходят сюда вузы сами, они компенсируют вот этот уход, создают университетские издательства. Но, как я сказал, университеты расходы на издательства не являются профильными, поэтому они не финансируются бюджетом, а при этом вузы наши, как вы видите, все более становятся государственными, все менее коммерческими. И сложность финансирования издательства, то есть вне бюджетного финансирования, перед каждым вузом рано или поздно поставят вопрос не только о рентабельности, а целесообразности. Пока вузы решают свои внутренние задачи и поддерживают карманные научные журналы вот ради участия в рейтинге и несут эти расходы. А вот гранты, исследовательские гранты, которые являются на Западе основной формой субсидирования публикационной активности, у нас они не являются доминирующей формой поддержки. Ну, вы знаете, в зарубежных грантах закладывается деньги на открытый доступ, да, в среднем это, скажем так, 3000 долларов на публикацию, вполне прилично на одну статью. В российских грантах вот мы такого не видели, нам никто не предлагал. И проблема, конечно, в том, что в условиях сужающегося рынка перестают работать механизмы распространения научных результатов и продвижения ученых. Вот ты можешь, ты исследовал, у тебя есть результаты, надо им поделиться, но кроме как статья, все это сложнее. информационное горлышко постоянно сужается. Вот в этих условиях университеты взяли на себя инициативу и решают дать открытый доступ к их литературе, как это было в Киберленинке. По принципу все равно ничего не заработаешь, пусть хотя бы кто-то читает бесплатно и действительно читает на какое-то время. Это действительно было выходом. Ну а еще одно обстоятельство, которое вот нашу отечественную ситуацию характеризует, то что наши отечественные университеты, библиотеки очень не любят отечественный контент, тем более не считают нужным тратиться на отечественные монографии. Есть готовность покупать зарубежную литературу, но в своем отечестве это, как говорится, пророка нет. Вот эта позиция я считаю очень неправильная и губительная, а нравственно вообще безответственная. Все-таки ученые-то будут из нашей страны, и какая-то миссия поддержки ученых своих же собственных отечественных должна быть у каждой библиотеки, у каждого университета. Это вот об открытом доступе, что он не такой уж однозначный, не такой уж благоцивилизационный, не имеет оборотную сторону, запрятанную в экономике. Вот сейчас мы к этой стороне перейдем подробнее и поговорим вообще о монографии, нужны ли они науке, и не закончится ли кризис монографии тем, что просто она уйдет в историю. Монография это, как мы знаем, научное или научно популярное издание, содержащее полное всестороннее исследование одной проблемы и принадлежащее одному или нескольким авторам. Классическое определение, цель монографии обобщить имеющуюся на данный момент информацию об исследовании проблеме, провести комплексное исследование предмета, представить научному сообществу новую теорию решений, имеющую научную ценность. Наука, большая наука концентрируется в монографиях, хотя информация о научных исследованиях, она в виде новостного своего рода потока проходит через журнальные публикации, но осесть они в конце концов должны в монографиях, а потом уже в учебниках. И монография разумеется необходима для ученого, потому что и заявляет о нем как об ученом настоящем, помогает распространить комплекс его воззрений, собрать воедину точку зрения авторов, ну и представляет его результаты его исследования. Особенно важны, конечно, монографии для молодых ученых это очень важный необходимый элемент научной карьеры. Существует понятие first monograph, то есть первое исследование, как правило, диссертационное, которое и открывает научную заявку, это такая научную карьеру, заявка о серьезности, амбициозности намерений ученых. монография тем не менее в естественных науках стоит под большим вопросом, ценность ее снижается, но вот в гуманитарных, в социогуманитарных науках значение монографии и сегодня не меркнет. То есть в этом естественные и гуманитарные науки очень сильно различаются. если для естественных наук базовый формат это статья, как я сказал, то все-таки для социогуманитарных наук монография является именно базовым форматом исследовательским и научной публикацией. И вот здесь большие проблемы в распространении своих знаний и продвижении себя, как ученого. Но еще важно, что в социогуманитарных науках монография несет и свою специфику, она не обязательно должна нести сообщение об открытии, очень много монографии такого справочного, обзорного, писательного или обобщающего характера. в целом этих науках гораздо больше информации, поэтому и монография здесь занимает другое место. И еще несколько вот таких моментов, отличающие нашу практику и культуру от зарубежной. я когда работал и учился в Германии, обратил внимание, что там не существует привычного для нас разделения на учебник и монографию области высшего образования. монография полноценно описывающий предмет это одновременно и учебник, по нему-то и учится и называется она штандарт век, то есть лучшие издания, так скажем. И главное, что обучение происходит по-другому, в высшем образовании не заучивают предмет и информацию, там осваивают знания, и это происходит совсем по-другому, не по-тому, как это делается с учебником. И в России по сути дела вот тип обобщающей монографии с западной точки зрения де-факто стал учебником или учебным пособием. То, что мы называем очень часто учебным пособием, то есть вот еще раз таким обобщающим материалом, но это и есть монография. Просто учебник еще там оперился вопросами, тестами, стал обязательной частью с какими-то внешними подпорками. А монографиями у нас стали называться сугубо исследовательские монографии, то есть остаточная часть. То есть нам в понятиях надо определиться и вот это разделение оно очень неочевидно и даже у нас часто не работает, потому что по монографиям обучаются магистратуре и это действительно оправданно. Понятие обучения еще раз повторяю в университете должно носить условный характер. Владение зданий происходит не выучкой, а путем самостоятельной творческой научной деятельности. А здесь уже монография гораздо больше поможет, чем учебники своими тестами. И когда мы говорим о монографии, мы говорим о целом комплексе вообще книг. Монография сама по своему смыслу это и есть книга и видов ее конечно очень много. Но я здесь специально разбил по рыночной ценности, потому что остались конечно и остаются монографии как книги высокого спроса. Ну например классическая коммерческая издательская монография как исследование известного ученого, которое действительно новое слово открывает и это может многих интересовать. Ну например Юрий Лотман прекрасная рыночная ситуация у этого издания будет. Вот или перевод с другого языка это заведомо тоже дорогой процесс. Христоматии, научно популярные монографии как мы видим они часто у нас становятся бестселлерами и все эти монографии имеют тираж и выходят на рынок а вот дальше происходит постепенное опускание например переиздание трудов научных классиков вместе с интернетом это тоже перестало быть рыночным явлением все можно прочитать в интернете или диссертационные монографии молодых ученых или монографии с узкой научной проблематикой которые нужны там единицам это тоже уже только некоммерческие издания без тиража и как правило они уже становятся существовать только в виде электронных монографий на различных платформах то же самое можно сказать и монографии в открытом доступе которых мы говорим это тоже практически монографии для электронного рынка сборники конференций многообразной вот таким образом получается что и рынок монографии раскалывается на две печатные издания классические те которые еще имеют выход которые имеют коммерческую ценность печатность маркирует вот эту коммерческую ценность и именно научные чисто научные монографии которые уже коммерческие ценности не имеют и переходят в электронный формат и становится сразу бесплатно доступной и за них их сразу перестают покупать вот о них собственно речь идет но подчеркиваю наука прежде всего концентрируется вот в этом втором блоке почему так произошло благодаря цифровой эпохе научная монография это формат издания уникальный среди других видов книг потому что он направлен не на широкую аудиторию а на узкую и чем более узкой аудитории можно даже так сказать тем более высокое качество научной именно монографии и развитие монографии происходит вот не как у дерева снизу вверх и вширь а наоборот получается на размельчение сужение узкоспециализированных тематик что и подрывает правила рынка и коммерческую основу изданий вот некоторые данные опять западных рынков как у них было если вот в 70-х годах продажи стандартной монографии составляли 2-3 тысячи экземпляров то в 90-х годах они уже спустились там до двухтысячных до 500 экземпляров а сегодня как и у нас это 100-200 экземпляров на монографию ну в России даже и 100-200 это достаточно много вот я слышал что ученые говорят о том что у них принимают монографии если в ней 500 экземпляров но это уже становится даже смешно потому что все нет прошло время тиражей 500 экземпляров 100 экземпляров вышка вот наши российские монографии и соответственно к нашему времени стандартным для монографии стала технология принт-ор-демант это тоже цифровая цифровой формат как и ebook электронный формат они оба цифровые при этом сколько должна стоить электронная версия подходим постепенно к вопросу экономики открытого доступа опять-таки данные из зарубежных источников вот в США стоимость макета составляет 11 тысяч долларов вот у нас в России хороший макет там стоит примерно тысячу долларов в 10 раз но и вот эту вот тысячу собрать очень непросто как показывает практика ну и видно что если учебник остается тиражным издательством монография практически перестала быть таковой то есть тысячу долларов нельзя собрать из продаж основной заказчик и потребитель монографии это сам автор и конечно вследствие вот такой ситуации происходит деградация монографического жанра на наших глазах к этому собственно я и вел в своей презентации и тут дополнительно несколько обстоятельств одно из ключевых то что монографии не встроено в систему цитирования научных статей не могут быть встроены соответственно вот эти все бонусы от рейтингов университетов ученых вот монографии в этом не участвуют от цитирования инновации виблиометрии они изменили сугубо жанр жанр периодики и перестроили в этом плане все научные коммуникации не затрагивая монографию и вот это одно из самых больших проблем если мы будем дальше руководствоваться рейтингами и работать под них то монография будет угасать вот соответственно стимулирование публикационной активности оно сегодня конечно пришпоривается но опять-таки направление исключительно статей это делает научную деятельность односторонней ну и еще момент что монографии чаще всего является формой публикации диссертации это тоже как бы падает снижает авторитет потому что диссертации это все-таки квалификационные а не чисто научная работа и научное качество диссертации часто оставляет желать лучшего и это конечно снижает авторитет монографии так же как снижает этот авторитет так называемая авторская редакция то есть превращение монографии в предприятие исключительно автора экономия уже до того дошла что практически он сам все готовит от корки до корки вот в итоге складывается картина когда отсутствие мотивационной политики снижение ценности авторского монографического творчества приводит к полной деградации монографии как вида научного творчества конечно вывод здесь может быть один монографии надо спасать и ее не спасти если не включить в библиометрический процесс этот вопрос выходит за пределы нашей компетенции мы можем только рассуждать и действовать как издатели вот еще один знак положения дел это доля продаж в электронных форматов вот если мы сравниваем вот в расстоянии 5 лет 11 16 21 год вы видите как сильно меняется в доле электронных форматов например учебная литература вот с 10 процентов до 50 выросла за 10 лет и даже средняя по рынку всему книжному тоже с 1 процента до 8 и меньше всего такой рост у научной литературы и монографии это тоже своего рода парадокс научный сегмент значительно отстает от учебной литературы художки переводики в электронных продажах это все следствие того что он не интересен в том числе и для цифровых производителей и соответственно делает монографию аутсайдером цифрового рынка а вот что означает монографии для автора с одной стороны конечно это лицо как я сказал одна из ключевых характеристик научной карьеры настоящий ученый конечно имеет не одно монографическое издание особенно в общественных науках а вот все вокруг говорит против этого и конечно и для автора значение монографии стремительно снижается вот в частности был целый скандал можно сказать год назад два вернее когда в системе российской академии наук была предложена система были предложены баллы которыми оценивалась публикационная активность и монографию было предложено оценивать в один балл в то время как статью в журнале ВОЗ первого квартеля почти 20 баллов что такое написать статью и что такое написать монографию вот вот это вызвало возмущение общественности впоследствии балл был изменен но вот эта тенденция и отношения все равно налицо вот соответственно авторские амбиции ученые перетекли в области научной переводики преподавательские амбиции всякие онлайн курсы в лучшем случае учебные пособия монография это последнее в этом чем займется ученый а вот качество издания авторской редакции понизило и чисто издательский авторитет монографии то есть это всегда что-то такое условно говоря сделанное на коленке вот поэтому и сами ученые перестали серьезно относиться к качеству своих монографий они не очень волнуются тем как и где она распространяется издается монография сегодня нужна часто только как визитная карточка вот показать напечатать пару экземпляров и на этом все закончилось вот это очень плохо при этом поскольку монография выпала из рынка и коммерческой зоны она превратилась в услугу вы можете принести деньги и получить эту услугу издание монографии хотя для большинства ученых заплатить за монографию 50-70 тысяч это все-таки очень сложно и это тоже останавливает публикационный процесс в результате как я уже обозначил сформировалась такая система если даже если ты издал монографию и опубликовал там свои результаты ты это никуда не продвинешь никто это не прочитает никто это не купит никто это не увидит вот это и есть итоговый кризис монографии и на западе первые стали бить тревогу и в том что коммерческие рыночные критерии издания монографии подрывают задачи монографического книгоиздания так и родился open access как выход пусть тогда будут монографии открытыми и бесплатными тогда уж они найдут своего читателя в целом да открытый доступ полностью меняет условия доступности однако встает вопрос к экономике а где брать средства не только на издание но и на распространение здесь я набросал условно очень цифры экономики открытого доступа что такое какие вообще расходы на монографические издания требуются и где можно их чем можно их возместить да расходы на издания вообще монографии наверное самый дорогостоящий вид если считать полноценную добротную монографию над которой ученый работает три года можно оценить его зарплате это один два миллиона рублей вот и спрашивается ну подготовка издания конечно намного намного дешевле даже если делать и научную и литературную редакцию все это выходит примерно на сто тысяч рублей для полноценной подготовки по сравнению с созданием это один процент тем не менее эти деньги очень непросто найти даже не то что сто тысяч а вот просто на оригинал макет на буквально последнюю последнее звено в этой цепочке источники финансирования у нас если это не продажи то это кто автор сам то есть его зарплата это грант например РФФИ но грантов у нас в стране очень мало и по грантам выходит считанное на пальцах количество книг ну и как я сказал финансирование организации то есть в частности например университетское издательство ну и может быть что-то там буквально единицы могут прийти от продаж и как в принципе понятно из открытого доступа его суть в том что доход источник финансирования который раньше был доход от продаж перемещается в сторону из стадии потребления перемещается в сторону создания произведений то есть из стадии чтения на стадию публикации соответственно можно ожидать что и библиотечные бюджеты будут как я сказал перемещаться из библиотеки в гранты ну и все остальные форматы то есть открытый доступ он нас поставил перед тоже новой ситуацией в научных коммуникациях я бы так сказал публиковать стало более существенным чем потреблять или читать вот потребность боль в том чтобы опубликоваться она более такая насущная и живая чем потребность почитать иметь доступ к актуальной научной информации вот вообще фиксировать результаты научно исследований при том количество ученых которые у нас сегодня это очень непростой процесс более значимый чем узнавать о результатах этого научного исследования вот такая получается ситуация поэтому расходы на публикацию сейчас и дальше все больше будут встраиваться в научные исследования квалификационные расходы ученого его зарплату вот эти исследовательские гранты и так далее вот это новая ситуация от которой мы собственно и начинаем плясать и вот я так любопытственно буквально краем слова приведу некие расчеты по западным проектам открытого доступа как у них это происходит в частности калифорнийский университет участвует в проекте луминус создает открытые монографии а чтобы они были открытыми мы понимаем открытыми для доступа они уже изначально должны создаваться как открытые то есть их должны профинансировать до нашего создания и вот они публикуют вот такую схему они собирают для каждой открытой монографии фонд из 15 тысяч долларов из разных источников из организации автора из университетской библиотеки из самого издательства ну и немножко от выручки вот и за эти 15 тысяч издают книгу при этом вот сами же отмечают что 15 тысяч долларов а для нас это было бы о какие деньги вот на американском рынке недостаточны для жизни и вообще издательского процесса публикационного процесса монографии то есть это стоит у нас у них более 15 тысяч долларов еще 10 тысяч убыток который падает на издательство как они признаются сами но ясно что здесь полноценная качественная работа здесь не идет речь об авторской редакции и так далее как у нас если кому-то интересны расходы которые полноценный круг расходов который связан с реализацией монографической продукции вот они приводят схему очень богатую здесь и продвижение и библиотеки все все что связано нам важно понимать что у нас эти источники не работают ни автор не является платежеспособным для такого процесса ни университетское издательство не имеет достаточно денег для этого и с грантами очень слабенько вот остается максимально занижать себестоимость доводя до авторской редакции по сути делом до самой издата и использовать доходы от других видов литературы то есть компенсировать монографии учебниками или чем-то еще ну и к сожалению все равно движение идет в том направлении что чтение и подписка то есть доходы от публикации становятся все менее реальными источниками финансирования и в скором времени вот в империи открытого доступа ими можно будет и пренебречь вот так обстоит дело с монографиями веселого мало и в общем-то выхода достаточно очевидного из кризиса монографии не видно как вы видите даже те проекты которые запущены это движение закрытой монографии они собирают деньги но у нас таких денег не соберешь во-первых во-вторых это все очень небольшой сегмент по сути дела остается вопрос в субсидировании так давайте небольшую паузу по ответим на вопросы которые с этой теоретической частью связаны а потом я перейду к тому что мы можем предложить так тут в чате реплики вы правы что с этим делать так тут уже такие реплики по ходу что делать так ну таких вопросов на которые отвечать нету что делать мы расскажем что мы здесь предлагаем что будем делать мы предлагаем проект открытых монографий нашей платформе вот и сразу скажем наш проект является некоммерческим опирается на нашу но надеюсь и на вашу миссию поддерживать отечественную науку мы формируем сообщество ответственное за отечественную науку и поэтому мы должны поддерживать монографию а как уже будем искать по ходу работы конечно как все аналогичные проекты которых я упоминал мы рассчитываем на то что университетская книга издания субсидирует научную литературу и именно оно включится в создание открытых монографий для этого как я сказал математика требует того чтобы книга сначала субсидировалась создавалась как открытая монография а потом уже она будет так распространяться поэтому мы рассчитываем на непотребительское отношение к нашему проекту в то же время мы закладываем в него некую выгоду сотрудничества делаем участие в нашем проекте выгодным поскольку предлагаем обмен на учебный научный контент организации те участники консорциума этого проекта открытой монографии которые приходят со своим контентом к нам они и будут получать свободный бесплатный доступ за счет этого обмена мы и получаем некие средства для того чтобы представлять в этой коллекции не только некоммерческую но и литературу коммерческих издательств это пожалуй главная фишечка этого проекта что войдет в нашу коллекцию ну конечно это фундаментальные труды научно-популярные книги по гуманитарным естественным и техническим наукам состав примерно такой научная литература то есть современной монографии научно-популярная литература практическая методическая источниковедческая в том числе и это будут и ретроиздания то есть классические труды исторической значимой литературы вот мы ожидаем в целом что доведем объем этой коллекции до 50 тысяч изданий вот достаточно внушительная цифра отражающая все направления науки источники пополнения коллекции университетские издательства коммерческие издательства классика науки и библиотечные коллекции тоже предлагаю приглашаем к сотрудничеству вот вообще этот проект стал возможен благодаря активной нашей 20-летней деятельности по оцифровке классики конечно классика будет здесь заметной страницей но в первую очередь конечно все-таки университетский и библиотечный контент это кто знаком с нашей ЭБС отрежество издания университетских издателей входящих в базовую коллекцию около 10 тысяч изданий такого типа и мы рассчитываем что университеты будут передавать наш свой контент нам на некоммерческой основе подключаясь к этому проекту как члены консорства в общем здесь надеемся на активность участия и приглашаем вас к вхождению но эта коллекция будет содержать не только вот такие вот издания но и полноценные коммерческие издания коммерческих издательств книги которые дорого стоят включая и многотиражные издания и переводы мировых классиков знаменитых ученых около пяти тысяч монографий на сегодня будет входить от таких издательств они передают нам эти издания нам переданы конечно на коммерческую основу основе поэтому мы вводим лимиты и на работу библиотеки кто передает больше объем контента будет получать безлимитное использование кто меньше будет получать некоторые лимиты для использования как вы видите ключевые научные издательства как мы надеемся будут доступны в нашей коллекции научная классика да это не просто там сканированное что-то все что плохо лежит да это подобранная в течение 20 лет нами научная классика прежде всего коллекция золотой фонд научной классики это полнотекстовая библиотека именитые ученые над которой мы работаем это в том числе труды российских академиков здесь мы работаем с академией наук и ее библиотекой научные наследия России это основополагающие труды и первоисточники по гуманитарным социальным наукам вот кратко золотой фонд научной классики полный ну мы стараемся вместе с именитыми учеными собрать полные собрания вот наших ведущих титанов мысли и в принципе плески к этой цели сюда будут также входить вот лучшие наши издания которые собраны в тематических коллекциях научной классики их более ста это тоже все подобранная литература лучшая литература по определенным социально-гуманитарным темам вот это научно-популярная литература сюда будут входить и некоторые категории нонфикшен то есть то что обслуживает и интересно науке вот это тоже не случайно потому что между научными научно-популярными монографиями часто непросто провести границу вот как пример я привел например абсолютно ключевой труд для средневековой философии обеляра истории моих бедствий это практически мемуары при этом имеет огромное значение для развития истории философии здесь будут также лучшие книжные серии по актуальным темам на совершенно разные темы общественной мысли вот так что контент который мы уже собрали и дальше будем пополнять это не какой-то вторичный а это тот который необходим для проектной работы для научной работы в аспирантурах творческой то есть это все нужные издания кто же наши пользователи пользователи кого мы здесь видим ну во-первых наши подписчики они уже имеют почти весь этот объем коллекции в своем доступе основные конечно на кого мы ориентируемся на тех кто еще не имеет доступа к нашей ЭБС и получит его если готовы к передаче контента нам и здесь мы сразу назовем перспективных членов консорсум этого университета не подписчики кто имеет какой-то издательский пакет какие-то авторские права в том числе своих сотрудников это научные институты которым тоже если они имеют что нам предложить и аспирантуры разного рода которым нужен контент для научной работы ну и важно что вот этот проект мыслится не просто как некая коллекция библиотека но как комплекс сервисов в том числе связанных и с публикацией монографии как я сказал основной двигатель открытого доступа это потребность в публикации расширение возможностей доведения своих научных достижений до научной общественности и мы здесь предлагаем не просто готовые монографии но и зовем ученых чтобы они публиковались и через открытый доступ они конечно получат гораздо более мощное продвижение чем это возможно через коммерческий доступ в этом плане открытый доступ и наша коллекция думаю смогут полностью удовлетворить авторов вот мы будем публиковать в нашем издательском доме сразу с возможностью такого бесплатного распространения преимущества консорциум нового участия те кто интересует участие в этом проекте ну во-первых свободный обмен литературой даст как я сказал возможности продвижения научных трудов вторая цель это информационный массив для подготовки студенческих проектов диссертационных третье это для любого ученого мониторинг монографического издательского потока в России и за рубежом это также решение вопросов книгообеспеченности особенно по направлению магистратуры аспирантуры ну и вообще это возможность построения коммуникации с другими университетами и научными школами для дальнейших совместных исследований в рамках вот этой работы и наш ежегодный конкурс монографии который мы проводим с академией наук в этом году он начнется с 1 мая приглашаем к участию и в его соучредителях с этого года будет не только Бен Ран и ИНИОН то есть различные институты академии наук вот и напомню что книги отсюда идут на экспертизу в ЭПО в САЙНС немножко о перспективе мы надеемся что это не будут не просто книги а как мы стараемся всегда и современные актуальные сервисы и они позволят осуществлять мониторинг монографического книгоиздания то есть показывать какие отслеживать какие монографические работы у нас выпущены это и сервис мои научные интересы на ЭБС это возможность заказа необходимых электронных изданий в ЕКОРСА возможность поиска и так далее то есть не только с нашими книгами а вообще работа со всеми монографиями издаваемыми в стране так ну и уже финальное может быть условие предоставления контента тут важно что мы не принимаем заявки от физических лиц хотя принимаем от них монографию как издательство этот проект предназначен конечно для юридических лиц научных и учебных организаций ну в этом случае тут я уже в качестве ориентира авторские права каким-то образом должны быть оформлены организацию чтобы ее чтобы она могла передать их нам в целом поскольку это не коммерческий доступ таких очень строгих требований юридических к оформлению прав здесь нет немножко попроще вот ну например создание по служебному заданию прекрасный вот если у издательств нет самих прав но есть книги есть соответственно авторы то можно просто путем заключения договоров с авторами выйти из положения в общем я думаю у кого будет интерес мы найдем выход конечно проще всего работать с лицензиями Creative Commons или иными открытыми лицензиями этот контент тоже принимается без разговоров вот ну и важно мы принимаем не просто научный монографический контент но любой университетский и учебный контент имеющий ценность для ЭБС вот то есть все рассматривается все в качестве вступительного взноса вот принимается правда только книжный формат то есть издание которые интересны для ЭБС которые мы можем у нас разместить ну что ж по сути дела все что я хотел сказать приглашаем вас к участию вот и сейчас посмотрю какие вопросы возникли по проекту так с какого года будут считаться ретроиздания ну у нас ретроиздание делится на два типа то что полностью свободно от авторских прав это практически довоенная литература то есть 70 лет от смерти автора и так называемая серая литература вот серой литературой мы активно работаем а не ретро вот то что уже образует рынок это как правило издание с 90-х годов с 2000-х вот там существует издательство существуют авторы с авторскими правами там уже такой полноценный лицензионный процесс принимаются ли издания принимаются издания прошедшие допечатную подготовку то есть имеющие сверстный оригинал макет но в целом да именно такие принимаются ну как я сказал мы как издательство если вот не имеет полноценного оригинала макета то какая-то доработка доведение возможно уже внутри в рамках подготовки этих изданий то есть это индивидуально обсуждается участником может быть только вуз или отдельный автор тоже но я сказал организация юридическое лицо вуз или это научный институт отдельный автор он уже работает с нами как автор и там свои есть льготы и преимущества и возможности как будет решаться вопрос с авторскими иными правами но книга может поступить в коллекцию только если решен вопрос с авторскими иными правами вот поэтому от от вас требуется чтобы этот вопрос был уже решен и вы имели право передавать свой контент непонятно авторские права должны быть оформлены на организации но может быть принято монография от физического лица как ну базовый вариант авторские права оформлены на организацию но если от этой организации приходит автор и мы уже сами с ним оформляем права как издательство да то это тоже идет зачет то есть можно привести ну по большому счету не просто книги готовые да а можно привести авторов мы оформим и будет тот же самый результат а если монография еще не издана ну это обычный издательский процесс приходите публикуйтесь просто это уже немножко другая история у нас только изданные монографии так у нас есть еще здесь вопросы что вы посоветуете активному автору преподавателю с хорошим междисциплинарным курсом туда податься ну отлично вопрос предлагаю предложить наше издательство мы вполне лояльно и действительно пользователи наших ЭБС ну а с открытыми монографиями надеюсь эта аудитория еще больше существенно расширится ну вот по-моему я на все вопросы ответил ну что ж коллеги большое спасибо за ваше внимание надеюсь вам и оценка ситуации была не безинтересна что происходит с нашими монографиями вам судьба монографии тоже надеюсь вы неравнодушны к ней ну и наш проект в котором мы попробуем найти тоже выход из этого кризиса в котором оказалось не только мы в России но и весь мир тем не менее мы все работаем движемся и находим решение так что ждем вас приглашаем к сотрудничеству спасибо